ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Меня зовут Иван Ургант. Мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36. Как любой житель Российской Федерации, я имею право баллотироваться президентом. И я решил этим правом воспользоваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Быть честным до конца – это означает врать истине, но врать истине – это означает не быть честным в понимании честности. Когда мне было два года, уже изобрели паровоз. Когда мне было семь лет, Олег Газманов уже написал песню Люси. Когда мне было девять лет, Игорь Ливанов снялся в фильме «Тридцатого уничтожить». Когда мне было двенадцать лет, мне уже было двадцать семь. И поэтому я решил идти на выборы. Помните, была такая графа в паспорте «Национальность»? Так вот, ее у нас забрали. И возможности понять и сформулировать то, что дает нам возможность формулировать формулировки, до конца не предоставляется шанс. Незнание падежей не означает незнание жизни. Незнание жизни не означает незнание знания. Я всех призываю отдать свой голос Стасу Пьехе. Иван Урбин. Против всех. Да не всех. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Такой рысгу ажэпшкуа. Уаага яну па дядыра турух. Артистшай рысгу информация ирфата сахэкуй. А сайта пцэйчай из лазгуар туала ва жезы яра у сауэд у рысшала. Ярласна апшэй англэсбэсшэй адсса хуй. Хэрадай сэмшайэпш хэрэсчлэм хауп Акказараз напала куауа. Ур дыреу пьяхья ха студия джейкуа моделир, а дизайнер. Атыбхат шэрзы ап иштаткуа куаа костюм куаа и гиртэй уэпшим Атсама па пыздо модельер кубш Мадина Смэрбха. Ларэй хэхастудзиэчдуху пшайхлэчччайшэп. Добро пожаловать, Мадина. Здравствуйте. Мадина, как все началось? Расскажите, как вы пришли к этой творческой профессии? Все началось, наверное, можно сказать, с детства. С детства я, ну, все время этим занималась. Все время как-то к шатью, к лизанию, к бисероплетению, к чему-то еще вот всегда стремилась. Мне все это было интересно, у меня было терпение этим заниматься. И вот уже когда выросла, первое образование получила юридическое, второе образование у меня лизайнерское. вот, и вот с тех пор занимаюсь этим. Мадина, вот где вы приобретаете материалы для изготовления? Материалы, ну, как бы, когда я начинаю коллекцию, у меня есть идея, и в тканях она должна выражаться в любом случае. Я делаю подборку тканей, и у меня есть поставщики, которые мне привезут их из-за рубежа. А вот какие ткани ваши фавориты? Какие ткани фавориты? Ну, можно сказать, что все. Потому что я очень, ну, я люблю разные фактуры, разные ткани. Это зависит от коллекции, то, что будет, от идеи коллекции. Все, что угодно может вдохновить, может искусство, картины художников вдохновляет. Очень вдохновляет старые фильмы, вот, начало 20-го века, середина 20-го века. Очень это все вдохновляет. Потом вот эти вот костюмы 40-х годов, костюмы, там, даже 80-х и 90-х, и разных эпох, разных периодов. Это все, ну, производит впечатление и дает отпечаток на коллекции. Интересно узнать, где вы обучались? Я обучалась в Московском государственном университете дизайна и технологии. Ну, также проходила семинары у Зайцева, у Юдашкина. У нас в университете они были, они преподавали Зайцев, Юдашкин и Васильев, Александр Васильев. Расскажите немного о создании коллекции. Вот все-таки хотелось бы подробнее. Об идеях? Да. Ну, вот из моих, из тех, что у меня были коллекции, могу рассказать свои идеи. Вот у меня была конкурсная коллекция, которая заняла третье место в Сочи на конкурсе молодых дизайнеров. Она была японская. То есть, эта коллекция была вдохновлена японским фильмом, в котором были именно показаны японские самурайские костюмы. И вот из-за этого у меня появилось вдохновение создавать эту коллекцию. Вот, ну, она была успешно принята вот в Сочи. Также у меня была еще коллекция вдохновленная сороковыми годами 20 века. Ну, такая она коллекция была вся в шляпках. И тоже после просмотра одного фильма исторического, ну, вот этой эпохи фильма тоже появились какие-то моменты в одежде, какие-то элементы одежды использовала, ну, в костюме. Вот, вот последняя коллекция, это у меня было вдохновение, ну, этническое вдохновение. Ну, от этники я отходила, как бы от этнического костюма, от этнического орнамента. Но эти коллекции, они всегда у меня современные. Мы знаем, что недавно в Сочи проходила неделя моды, и что вы там участвовали. Вот расскажите о коллекции, которую вы там представили. Вот я представляла свою коллекцию, вдохновленную этническим орнаментом, этническим костюмом. Показ прошел замечательно, все было очень хорошо, организация была на высшем уровне, просто показ просто прошел великолепно. Приняли очень хорошо коллекцию. Вы работаете одна, или же у вас есть своя какая-то рабочая команда? Ну, конечно, у меня есть команда, которая... вся необходимая команда для воплощения этих идей. Много ли поклонников одежды, которые вы воспроизводите? Да, у меня есть поклонники, и которым нравится, и очень много. Как мы знаем, это еще есть и известные актрисы. Да. Например? Сати Казанова, вот, приобретала у меня костюм. Юлиана Караулова, Елина Блёденс. Расскажите о своих планах на будущее. Планы создавать, создавать, получать больше вдохновения от искусства, от книг, от картин, от... Я очень люблю смотреть старые фильмы, просто обожаю вот это вот все, и получать от этого вдохновение, создавать новые коллекции. Вот, Мадина, как у модельера, может, у вас есть совет для женщин? Ну, совет для женщин быть женственными, в первую очередь. Ну, и носить то, что подходит, то, что подходит для их внешности, для их фигуры. Понятно. Спасибо, что пришли к нам за интересную беседу. Всего доброго. До свидания. Дикарь. Абас Ахзуб Айгуа, кинотеатр-корчай, Титранаику, Франция Тыху за фильм. А сюжетала Париж инхоз Асаха Тыху, дара и губ на джейд Акалакиду. Идзбейтый хай ахтунчу, абсабара дахяза Айгуху, атыпах инхараху цара. Ахаваа кайпстазара зэндзяй Ахит. А фильм «Джаароль хаданаэгзоид» есть с другой француз актер Винсан Кассель. А фильм «Из губ» есть с другой Саша Туху, Поль Гаген. А это фильм «Джаароль хаданаэгзоид» есть с другой француз актер Винсан Кассель. А с чего такая спешка? Меня всё достало. Мы с детьми не сможем поехать с тобой, Поль. Ты дикарь, мой милый Гаген, как и все мы. Но ты не побоялся принять свою сущность. Я рисую весь день напролёт. Я никогда не чувствовал такого вдохновения. Как тебя зовут? Поль Гаген. Тебе нужна жена. С ней я снова почувствовал себя живым. Вот так. Я хочу есть, Коке. Помоги мне. Я должен накормить свою жену. Я беспокоюсь о твоём здоровье, Поль. Ты должен вернуться во Францию. Скажи мне, ты хороший человек? Я ребёнок. Я дикарь. Я испытал так много страданий, следуя по избранному мной пути. В поисках своего предназначения. Я великий художник. Я тебя смел. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...